В повестке дня очередной сессии городского собрания более 15 вопросов. Но тщательнее всего депутаты сегодня рассматривали пополнение бюджета, а точнее не налоговые поступления в казну. Руководитель Департамента имущественных отношений приводит цифры. Бюджет недосчитался более полумиллиарда рублей. В настоящее время задолженность на 1-е 0-е по действующим договорам аренды на землю составляет 536 миллионов рублей, из которых в арбитражных судах 249 миллионов рублей. На исполнение у судебных приставов 190 миллионов рублей. Причины такой недостачи в бюджете разные. Одна из них – предприниматели не платят за аренду муниципальных земель и иного городского имущества. Другая – сразу несколько ранее арендованных участков перевели в парковые зоны. Итог – город потерял еще часть денег. И, наконец, причина экономическая. После бурного олимпийского строительства интерес инвесторов несколько спал. Но, как отметили депутаты, все это не повод терять деньги. Департаменту имущественных отношений нужен четкий механизм работы в новых постолимпийских условиях. Нужно активнее проводить торги и находить новые источники пополнения городского бюджета. Налоговое поступление у нас выполняется. Не налоговое поступление у нас выполняется не в полном объеме. Вот здесь необходимо найти механизм реализации этого вопроса. Необходимо шире рекламная кампания по этому вопросу. Чем более шире мы получаем информацию, тем более к нам приходят те инвесторы, которые готовы, так сказать, покупать данную недвижимость. Мы готовы работать с земельными участками. Сразу несколько вопросов на сессии посвятили Сочи-Водоканалу. Они касались внесения изменений в договор аренды муниципального имущества. Нареканий много. Потому, отметили народные избранники, назревает не просто идея, а уже необходимость пересмотреть условия контракта, на которых сегодня работает Сочи-Водоканал. К этому вопросу депутаты решили вернуться на следующей сессии 31 июля.